Приветствую вас. Есть в психологии такое понятие, как треугольник Карпмана. И я полагаю, что вы, краски, оказались в роли жертвы на психологическом уровне, но в роли спасителя на уровне социального. Смотрите, если ваш человек любимый, да, если он хочет покончить с собой, как вы говорите, то это, в общем-то, его выбор. И, коли вы любите его, да, если вы говорите, что вы его любите, если вы говорите, что он вам дорог, то вам надо бы его выбор принять. Особенно, если он не хочет ничего делать, не хочет меняться, не хочет, значит, ну, как-то вот разбираться, да, работать над собой и так далее. У вас и выбора, да, по сути, нет. Это выбор, тем более, если, если так было и до вас, да, еще, что вы тем более с этим ничего поделать не сможете. Потому что человек идет по своему пути. Но заметьте, заметьте, вы говорите, что я потерян, вы говорите, что мне он нужен, да? То есть, только, только вся в чем, вы говорите, что он вам нужен. То есть, речь идет о вашей нужде в нем. Понимаете, если человек, ну, скажем так, испытывает суицидальные мысли, да, если человек, вот, чувствует суицидальные мысли, если они у него присутствуют, вот, то, как правило, как правило. Любая ответственность лишняя, вызывает лишь только желание убежать. То есть, вот, в данном случае, вы тем, что, значит, говорите человеку, что вы в нем нуждаетесь или нуждаетесь, вот, и так далее. Вы лишь только, ну, мотивируете его, к сожалению, на то, чтобы он еще больше от вас отдалялся и еще более убеждался в том, какой он вообще плохой, что с ним не так и так далее. Вот. Связано это с тем, что вы накладываете на человека, вы накладываете на человека, а, значит, ну, скажем так, вы накладываете на человека излишнюю ответственность. Вот. Понимаете? Какая история? А это, то, что, то, что его напрягает больше всего. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, то, что вы потеряли, то, что вы потеряли, это следствие ваших внутренних процессов. То есть, во-первых, вы почему-то выбрали себе именно такого человека, который, вот, ну, с которым, условно говоря, нет стабильности, да, и, в общем-то, продуктивных отношений нет. По-видимому, по-видимому, тоже. И что-то мне подсказывает, что такой тип отношений, такого партнера, вот, вы выбрали себе не случайно. Не случайно, а выбрали, возможно, потому что считаете, что другого партнера вы не достойны, или, может быть, считаете в глубине души где-то, что другой человек вас не полюбит, не примет, вы ему, например, будете не нужны, или что-то вроде того. То есть, есть некое, некое, есть некий смысл того, почему вы выбрали себе именно такого партнера. Вот, ведь вы потеряны, вы не знаете, куда идти, вы не знаете, что делать, то есть, у вас нет личностного смысла. То есть, вы сами, вы сами, по себе, да, возможно, возможно, я только, только говорю, возможно, сами по себе, вы, возможно, никуда не двигаетесь. Вот, именно, сами по себе, вы не идете никуда. То есть, вы не живете, как, вы не живете, как бы, для себя, вы не делаете ничего для себя, вы не развиваетесь, у вас нет цели, такой цели, да, например, ну, допустим, цель личностного роста, да, вот, и так далее. У вас этого нет. И вы слишком сильно зависите сейчас от него, от этого человека. Вот. А это, в свою очередь, тяготит его и тяготит вас. Вот. И почему вы выбрали для себя такие отношения? На мой взгляд, очень большой вопрос. На мой взгляд, это очень важно. На мой взгляд, это предельно важно понять, почему вы выбрали именно такой тип, ну, такой, такой тип отношений, и, эмм, такого партнера. Здравствуйте, пищевый, я потерянный, да, то есть, потерянный личностный смысл. А для себя вы не живете, для себя вы ничего не делаете, да, вот. Понятно, о чем я говорю, о чем я говорю. То есть, вот, любая потерянность, да, любая потерянность, это вот история именно, это именно вот история про, про это. Это история именно про то, как человек не может, эм, эм, не может делать что-то для себя. Вот. Понимаете? И вам, вам, как раз таки, нужно увидеть, что проблема потерянности, да, проблема потерянности, эм, связана как раз именно с вами, с вами. А не в тем, что делает другой человек. Там, это, другого человека, у него, там, своя жизнь. Итак, подделены в чем? Что это за чувство, как, как вы его ощущаете? Я не знаю, что делать. Опять же, эм, что делать, чтобы что? Да? Вот. Что делать, чтобы что? Ну, должна быть ведь цель, правильно? Какая должна быть цель? Эм, если вы хотите что-то делать, если вы хотите что-то делать, то это должна быть цель. Дальше. Мой близкий человек, мой близкий любимый человек хочет умереть по проблемам из детства и того, что ничего не добился в жизни. Постоянно об этом думать. Были три попытки самоубийства до моего появления и его жизни. Я одно при мне. Не желаю идти к психологу, не желаю открываться, говорить, что никому никогда не расскажешь, что внутри у него. Ну, вы понимаете, это такой человек. И если вы согласились с ним, если вы вступили с ним в отношения, ожидая, например, того, что он будет другим, то у меня для вас не очень приятная новость в том смысле, что вы его не принимаете до конца. Если вы не принимаете его до конца, то, вероятно, вы его и не любите. Вот. В таком, в таком случае. Вот. То есть, это вопрос именно к вам. Вы знали, что это за человек? Знали. Знали, какие у него проблемы? Скорее всего, знали. Почему вы решили, что он с вами изменится, с вами поменяется? С чего вы решили, что человек будет вести себя иначе? Ну, иначе, читай, по-другому. Вот. То есть, возможно, возможно, вам бы хотелось, чтобы вы значили больше. Возможно, вам бы хотелось, чтобы вы значили больше, но вы значите, что вы значите, и другой человек не может переделать другого. Один человек не может переделать другого без желания этого самого человека. Так и вы. Вы не можете его спасти, вы не можете ему помочь, если он этого сам не хочет. Он не хочет, вы это знаете, но вы это не принимаете. Почему? Почему вы этого не принимаете? Ответ на этот вопрос был достаточно простой. Вы не принимаете его потому, что он нужен вам. Он нужен вам, и именно поэтому вы не можете его принять в его выбор, потому что это отношение для вас его потерять. А вы боитесь его потерять. И именно, именно поэтому, именно по той причине, что вы боитесь его потерять, вы и не можете принять его выбор. А не принимая его выбор, вы не принимаете его таких, как он есть, требуете от него чего-то другого, что еще больше усиливает потребность человека в том, чтобы, например, себя убить, потому что он еще больше чувствует свою никчемность. Например. Такая вот цепочка. Дальше. Значит так, живем мы не вместе, я не могу физически быть рядом с ним, как бы не хотел, а вы не должны. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Чтобы его спасти никак. Вы его не спасете, просите треугольник Карпмана, простите просто треугольник Карпмана, вы не спасете его, но вы сами жертвы, и вам самой нужна помощь. Я говорил, как он мне дорог, что он мне нужен и родным. Что он мне нужен и родным. Он вам нужен, родные сами разберутся, он вам нужен для чего? пыталась верить, резать вены. Зачем? Не могу с этим справиться, не знаю, куда идти, и что-то, помогите, пожалуйста. С чем справиться вы не можете справиться? С чем именно вы не можете справиться? Понимаете, у меня такое ощущение, что вы тоже в чем-то на него похожи, у вас тоже нет личностного смысла, у вас тоже нет своей цели, вы тоже невероятны в себе, и вы тоже склонны к тому, что вы причиняете себе вред, то есть тоже не любите себя. Понимаете, все, что вы можете, это растворяться в другом, в данном случае, в этом человеке. Но понимаете, нельзя растворяться в другом человеке, особенно в этом, потому что растворяясь в другом, вы даете ему возможность посмотреть на себя, а ваш мужчина себя не любит. И поэтому смотреть на себя ему не очень. Поэтому в данном случае вы делаете только хуже. если вы действительно хотите, чтобы он увидел вас что-то хорошее, если вы действительно хотите, чтобы он, значит, ну, остался жить, условно говоря, да, если вы действительно этого хотите, то покажите ему, как вы любите жизнь. Дайте ему понять, как сильно вы любите жизнь. покажите ему на своем примере, как это здорово жить для себя. Покажите ему свою радость от жизни. Да? Не манипуляции, которым вы прибегаете сейчас. Не манипуляции. А покажите ему радость от жизни. Покажите ему это. И я уверен, я уверен, что это принесет свои плоды. Я более чем уверен, что мужчине это понравится, и он, соответственно, он, значит, будет себя чувствовать лучше, ну, с вами. Вот. Вот. Он будет чувствовать себя, ему будет, он будет чувствовать себя комфортно с вами. Вот. Вот так это и работает. Это вот так работает. Понимаете? Ну, это... Ну, это... Это не работает по-другому. По-другому. К сожалению. Понимаете? Вот. То есть тут вот... По-другому тут не получится. Никак. Понимаете? Никак не получится тут по-другому. Если вы действительно его любите, вы покажете ему, что значит жить для себя. Вы, если вы любите его, вы покажете ему, как это классно жить для себя, как это здорово жить для себя и так далее. Вот. Если вы его действительно любите, вы это сделаете. Вот. А пока то, что вы делаете сейчас, да, это вот вы просто его пытаетесь им манипулировать. Вот. Ну, это... Это весьма и весьма сомнительное действие. Вот. Весьма и весьма сомнительный подход. Потому что... Так вы ничего хорошего человеку не даете. Так вы ничего хорошего человеку не демонстрируете. Вы не прибавляете ему желание жить таким образом. Просто-напросто. Понимаете? Вот и все. Так что... Подумайте. Подумайте. Вот. И... Вот. От того, что решите, так и будет. Понятно? Вот. На этом, в принципе, все. Если у вас, вдруг, нет, допустим, своего личностного смысла, то, если у вас, вдруг, нет, допустим, своего личностного смысла. Если вы, допустим, ну, допустим, да, если вы сомневаетесь в себе или если у вас есть свои собственные проблемы, то в этом я готов вам помочь. Ну, не только я, но и каждый из моих коллег готов вам в этом помочь. Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, а, значит, пишите в личку, буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.